В данном видео я сделаю обзор на военно-воздушные силы Украины. Какие они были, какими стали и каковы их ближайшие перспективы. Но для начала хочу сообщить тебе, что при желании ты можешь поддержать мой канал небольшой копеечкой на Бусти, а по подписке ты получишь эксклюзивные видео. К примеру, на днях я сделал обзор на российский зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С» и рассказал о его боевом пути. Ссылка в описании под видео. Ну а теперь погнали! Еще в апреле 2022 года российская сторона официально заявила, что украинская авиация была полностью уничтожена. Однако прошло уже почти два года, а военно-воздушные силы Украины продолжают периодически досаждать русским войскам, как на передовой, так и в ближнем тылу. К настоящему моменту Министерство обороны заявляет о более чем 550 сбитых самолетов и около 260 вертолетов. То есть в несколько раз больше боеготовой техники, чем Украина располагала перед началом войны. Получив в наследство от Советского Союза порядка 2800 летательных аппаратов, украинцы в последующие четверть века часть богатого наследства распродали, а часть списали. В результате к 2013 году списочный состав украинских военно-воздушных сил сократился в несколько раз – до 600 единиц. Однако в реальности подняться в воздух могло не более 70 самолетов и вертолетов. К тому же все они безнадежно устарели, ведь ни одного нового самолета или вертолета в украинские военно-воздушные силы не поступало. Катастрофически упал и уровень подготовки летчиков. Как итог, в 2014 году, во время так называемой антитеррористической операции на Донбассе, украинская авиация показала себя плохо обученной и не способной ни изолировать район боевых действий, ни нанести серьезные потери противнику. Причем украинская авиация в процессе потеряла внушительное количество техники различного типа. Воспользовавшись Минскими соглашениями с лета 2016 года, Украина начала активно восстанавливать свои военно-воздушные силы. Начался процесс восстановления и модернизации как действующих, так и заброшенных советских авиабаз и аэродромов. Огромное внимание было уделено восстановлению системы противовоздушной обороны, что в сочетании с современными системами управления стран НАТО аукается российской армии до сих пор. Украинская авиационная отрасль сумела выжить в годы независимости, выполняя экспортные заказы и модернизируя свою технику. Вдобавок, играя в благородство, Россия вернула Киеву 80 самолетов и 36 вертолетов, что базировались в Крыму. Плюс к этому, в 2018 году Украина заключила контракт на приобретение 55 поддержанных французских вертолетов. По итогу, к 2022 году Киеву удалось не только восстановить свои военно-воздушные силы, но и нарастить их боевой потенциал. Количество исправных боевых самолетов и вертолетов увеличилось в несколько раз. Была проведена модернизация управляемых советских ракет «Воздух-воздух». Вырос и уровень подготовки летчиков. Однако, все же стоит подчеркнуть, что к российскому уровню воздушно-космических сил авиация Украины даже близко не дотянулась. К тому же, преодолеть проблему высокой аварийности так и не получилось. Итак, подытоживая период до 2022 года, можно сказать, что в боеспособном состоянии украинская авиация имела 155 боевых и 55 военно-транспортных самолетов. А также 132 вертолета. В их числе 34 Су-27, 37 МиГ-29, 31 Су-25, 23 Су-24 различных модификаций, 30 Л-39 Альбатрос, 79 военно-транспортных Ми-8 и 35 ударных Ми-24. Также стоит отметить, что помимо действующих бортов, в базах хранения находились до 200 единиц различной техники. Часть этого авиапарка украинцам удалось вернуть в строй, а остальное использовать в качестве доноров запчастей. Что ж, ну а теперь давайте посмотрим на нынешнее состояние военно-воздушных сил Украины после двух лет полномасштабной войны. 24 февраля 2022 года началось рассредоточение авиации в местах базирования и вывод самолетов на запасные аэродромы, где часть из них была укрыта в бетонных ангарах или на стоянках с земляными насыпями. Спасительной гаванью для авиации в большой степени стал аэропорт Ужгород. Его взлета на посадочная полоса упирается прямо в границу Словакии. Из-за этого Россия долгое время не тревожила данный аэродром, дабы не вызвать осложнений с Североатлантическим альянсом. По итогу, в первые недели войны российские ракетные удары терзали лишь несправные или разобранные на запчасти борты, которые успешно сыграли роль ложных целей. Украинские военно-воздушные силы понесли самые минимальные потери не более 10 боеготовых самолетов. До сих пор бомбардировщики Су-24 7-й бригады продолжают действовать, неся на себе натовские крылатые ракеты, причем имея в своем распоряжении надежные бетонные ангары, которым не страшны никакие ракеты «Калибр». Интересно, что в первые дни войны часть украинской авиации поспешила укрыться на территории сопредельных стран НАТО. Точно известно, что несколько украинских военно-транспортных Ил-76 из состава 25-й бригады благополучно свинтили в Польшу, а один из дежурных Су-27 предпочел укрыться в Румынии. В начальной фазе тогда еще специальной военной операции массированные ракетные удары привели лишь к временной дезорганизации военно-воздушных сил Украины. Система противовоздушной обороны не дала российской авиации развить успех и добить противника, в том числе аэродромную сеть. Последующие месяцы украинская авиация оказывала упорное сопротивление вооруженным силам России. Штурмовики и вертолеты работали с предельно малых высот. Истребители пытались оказывать активное сопротивление в воздухе. Охотились за российскими крылатыми ракетами и периодически подключались к ударам по наземным целям. Однако такая тактика сразу привела к серьезным потерям, так как российские истребители оснащены современными радиолокационными станциями и вооружены дальнобойными ракетами. В мае 2022 года Украиной была провалена операция по созданию воздушного коридора в осажденной Мариуполь. Последующая воздушная операция на российский гарнизон, что базировался на острове Змеиной, также была не особо результативной. Выбить россиян получилось только с помощью натовской артиллерии. По итогу 2022 года доподлинно известно о потере порядка 10 опытных украинских летчиков. Было сбито около 70 боевых и военно-транспортных самолетов, а также 25 вертолетов. В 2023 году потери военно-воздушных сил имели примерно тот же порядок. Нанесенный украинцам реальный урон, много меньше официально заявленного Россией. Преувеличивать потери украинской авиации от российских ракет не стоит. Исчезновение с радаров отметки вражеского самолета после пуска в него ракеты совсем не означает гарантированной победы. Вероятнее всего, самые большие потери военно-воздушные силы Украины несут по чисто техническим причинам, то есть износа и так уже старой техники. В общем же и целом, судя по подтвержденным видеоматериалам и спискам погибших, количество уничтоженных самолетов и вертолетов варьируется около несколько сотен единиц. Причем основной костяк летаного состава украинцам удалось сохранить и даже частично восполнить понесенные потери, в том числе за счет военных пенсионеров. К тому же украинская армия начала получать и советские самолеты от западных союзников. Болгария передала Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25. Польша — 28 МиГ-29. Словакия — 12 МиГ-29. Всего 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах. В будущем, в течение нескольких лет, Норвегия и Дания собираются передать Украине в общей сложности около 100 истребителей F-16. Однако не факт, что на практике это получится. Данные истребители не дадут Украине преимущества над российской авиацией, но значительно улучшат характеристики и возможности военно-воздушных сил. В первую очередь украинцы рассчитывают на F-16 как наноситель крылатых ракет. Также значительно повысятся шансы в противоракетной обороне. F-16 пусть и устаревший, но зато самый массовый, надежный и дешевый боевой самолет НАТО, широко распространенный во всем мире. Но все это пока в отдаленной и туманной перспективе. По итогу всего вышесказанного стоит отметить, что украинские военно-воздушные силы, несмотря на свою малочисленность и устаревание, еще далеки от разгрома и в будущем вполне могут сыграть свою роль. В настоящий момент Киев бережет свои остатки авиации на особый случай, которым может оказаться очередное контрнаступление. Только в этот раз уже в связке с НАТОвской техникой. Пока же российская армия не может поймать украинские самолеты на аэродромах, хотя постоянно вырабатывает все новые и новые стратегии по их уничтожению. Ну а мне, как всегда, будет крайне интересно узнать твое мнение в комментариях под видео. Обязательно посмотри мои прошлые выпуски, они ничуть не менее интересные. Чтобы знать еще больше самых интересных и важных новостей, обязательно вступай в мою группу ВКонтакте. На всякий случай подписывайся на мой Яндекс Дзен, и про мой второй музыкальный канал не забывай. Все ссылки в описании под видео. Ну а с вами был Хардастер. Всем мира и процветания!